Еду к морю отдыхать, к русским воздухам дышать, и к большому каньону дойду. Всем привет, дорогие друзья! Прилетели мы в аэропорт Симферополя. Сейчас посмотрим с вами на выходе. Идем мы через руках на выходе. Что нас будет ждать после 15 июня? Написано, что можно спокойно проходить. Сейчас все с вами посмотрим. Вот он, видите, Симферополь. Аэропорт. И наш самолетик. Так, вот написано, выход в город. Все идут. Выдача багажа. Пока что никого не видно впереди из проверяющих. Здесь уже встречает нас небольшой оазис. У меня что-то проблема с раздачей интернета у Вани. Я не могу понять, в чем дело. А, вон они, наверное, эти службы-то сидят. Но все, смотрю, проходят вроде бы спокойно. Но, может быть, там сейчас при входе будут температурку мерить. Так, идем вот здесь, смотрите. При входе проверяется измерение тела. Температура тела. Вот так вот. Пока что никого нет. Идем мы к выдаче багажа. Пока что нигде никто нас не останавливал. Они поехали на эскалаторе. Так, ну что. Мы пришли в зал выдачи багажа. Пока что еще до сих пор мне никто не встретился со службой Роспотребнадзора. Сегодня у нас 18 июня. Официально отели с 1 июля готовы принимать туристов. Пока что, вот видите, спокойно идем. Никто нигде нас не останавливает. А это что, мой мобильный оператор Крыма Волна? Мама, машина подана в ариапорт. О, отлично, шикарно. Ване прислали смс-ку, куда к нам приедет. Сейчас приехал трансфер. Вань, сейчас надо на нее ответить. Слушайте, ну неужели все настолько просто? Мы сейчас получим багаж и пойдем спокойно, поедем спокойно к нашему месту проживания. Представляете? Так, сейчас посмотреть надо, Вань, какой-то номер рейса. А, вот выход в город. Но там тоже никого нет. Там тоже никто ничего не спрашивает. Это какой номер рейса? Так, 12 Москва, прибыл в 11.45. Первая лента. Это какая лента? Вон она первая, вон там последняя. Там наш багаж должен быть. Ребята, свобода попугаем называется. Сейчас, когда сяду в машину, почувствую себя счастливым человеком. Еще более счастливым, чем утром. Хотя, в принципе, уже утром было отпускное настроение. Так, теперь осталось найти наш багаж. Ваня, ответьте смс-кой. Сейчас получим багаж и к вам придем с голосовым сообщением. У Вани установлена МТС-карта. У меня Теле2 здесь интернета нет. Ну, вернее, он может быть, но он будет очень-очень дорогой. Ване по МТС-у безлимитной специально купила ему симку сюда, потому что я знаю, что проблема здесь. И на его телефон, в общем, общение все будет через его телефон. Это какая-то фантастика. Прямо, Вань, подожди, тяжелый. Чемодан прибыл через 3 минуты после того, как мы к нему подошли. Мама, это как такси. Вообще шикардос. Итак, в общем, как я вам уже и сказала, извините, буду пока в маске. Сейчас уже из аэропорта выйдем. Маску можно будет снять. Вышли мы из самолета. Самолет, говорю, еще раз повторяю, кто не видел первую часть, был полный. И все спокойно забрали свои чемоданы. И надеюсь, что сейчас спокойно мы точно так же выйдем в город. Все, дорогие друзья. Я думала, что нам нужен будет договор, либо подтверждение. Так, какая машина запоминает? В общем, у нас уже заказано. Все, все, купили билет в Крым, приехали и спокойно идем. Не, спасибо. Спокойно идем искать наше такси. Ребята, красота. Все, прилетели даже раньше положенного времени. Вообще замечательно. Тут же. Не, спасибо. У нас где-то машина тут должна быть. Так, Hyundai Solaris. Давай, Ванька, наверное, позвоним ему. Где он, на какой стоянке. Он там, наверное, стоят. Сейчас пойдем посмотрим. Не, спасибо. Здесь при входе, в общем, таксистов очень много. Вон не Hyundai Solaris стоит. Все оперативно. В общем, водителю позвонили. Он сказал, что сейчас подъедет вот сюда, на третью дорожку. Здесь, оказывается, первая для таксистов. Очень удобно. Вторая для автобусов. Смотрите, какие комфортабельные автобусы или трамваи. Я что-то даже не пойму. Трамвай, но у него рога почему-то... Ой, вернее, троллейбус, но у него рога внизу. Что-то непонятное. И вот здесь сейчас припаркуется наш трансфер. Там какие-то, вон, смотрю, лавандовые поля, что ли, да, Вань? Смотри, какие голубые. Все, Вань, маску можно снять. Давай сюда я ее уберу. Мама, какое счастье. Мама, согласись, что жарко? Жарко. Ну, 30 градусов нам сказали. Самое оптимальное. А сколько, интересно, в июле? В июне 30, а в июле сколько? Значит, море прогреется, если жарко. Чтобы такая погодка постояла. Аэропорт большой. В общем, спокойно можно ехать сейчас в Крым. Никто не обманывал, нигде никто не останавливает никаких Роспотребнадзоров. Нет, никто ничего, ребят, не спрашивает. Поэтому бронируйте жилье, кто где хочет. На букинге ищите варианты, если кто-то хочет прилететь. И спокойно летите. Два часа, 40 минут, или даже два, тридцать мы летели. Что-то мы раньше должны были в 12, а прилетели половина двенадцатого. Вот. Так что вот такая красота. Друзья мои, Ване было очень плохо, пока мы ехали сюда, потому что было очень-очень жарко. Вань, сперва ручки зайди, помой, пожалуйста. Поэтому дорогу я не снимала, но снимаю вам нашу студию. И вот там прямо плещется море. Это самое-самое главное для меня. Это то, что там у нас морюшка. Так, что-то у нас здесь стульчики. А вот они, стульчики у нас. Конвей есть, стульчики есть. И морюшка. Объение объятное, черное море. Вот, в принципе, для меня это все, что нужно. Здесь есть, это такое закрытое место. Здесь есть пляжик свой, маленький, небольшой. И море, и купаться. Все, больше мне ничего не надо. Серьезно. Вот это вот все предел мечтаний. Так, ну и давайте по традиции обзор нашей студии. Ваня, ты помыл руки? Там мыло есть? Да, мам, я его распаковала. Там было новое. Да? Сейчас. Кровать. Одна, большая, двухспальная. Ну, мы будем спать вместе с Ваней. Но можно как бы здесь вот разложить вот такой вот диванчик. В принципе, на нем тоже может спать два человека. Есть две тумбочки. Ванюха упал. Он сегодня тоже ночью спал два часа. Устал. В самолете поспал полчаса. В общем, сейчас ему было плохо. Ну, сейчас, Вань, сейчас пойдем покушаем что-нибудь. Закажем в какой-нибудь ресторанчик. Потом на пляж сейчас разложим вещи. Так, значит, смотрите. Селегонина пляж пойдет. Так какой пляж? Вот он, пляж. Куда идти? Вот выше, вот он тебе пляж, Вань. Это, понимаете? Ну, ладно, это сейчас вам расскажу. Давайте пока посмотрим. Значит, есть телевизор. Телевизор нам не нужен. Есть вот такие вот тумбочки трюмо. Привет, привет. Не надо, Вань, пока телевизор включать. Так, далее шкаф. Шкафы просторные, просторные шкафы. В шкафу есть сейф. Это радует. Есть пляжные полотенца. Есть даже какой-то комплект. Здесь белья. Здесь место даже есть... Конечно, я специально же брала, чтобы мы здесь могли готовить. То есть шкаф вместительный, все наши вещи. Только я этих вешалок не вижу. Шкаф-то вместительный. А, ну вешалок здесь вон каких-то пять штук есть. Но ничего. Это не важно. Да? Вань, иди посмотри на море. Господи! Больше ничего не надо в жизни. Так. Здесь есть чайник. Есть холодильник. Кстати, не самый маленький. Знаете, когда обычно холодильники такие? А этот даже с маленькой морозилкой, что ли. Даже мороженое может купить. Так, а он, наверное, выключен, кстати. Я смотрю, все выключено. Надо включать. А включать там места нет. Ну ладно, разберемся сейчас. В таких делах не хватает папы. Да, Вань? Когда надо. Так, ну и что? Ну и вот такая вот маленькая здесь кухонька. Ну нам достаточно. С Ваней купим там с ним каких-нибудь ягод, продуктов. Есть микроволновка, можно разогреть. Мы же не будем постоянно ходить кушать. Есть посуда. Можно чай себе заварить. Сейчас сходим, купим чай. Есть графин, можно воду отстаивать. Вытяжка, приготовить что-то можно. И набор посуды здесь есть. Так, а вот кастрюли есть? Вот тут тапки мои. Так, ведро есть. Ведро есть. Здесь у нас... Что у нас здесь есть из приборов? Есть только пол. Так, что-то вилки-ложки-то... Покупать нам, что ли? Нужно вилки-ложки чем кушать? Надо спросить здесь. Вилки-ложки зачем? Зачем же нам покупать? А, вот они. Нет, Вань, ну зачем нам покупать здесь вилки-ложки, чтобы потом куда их девать? Есть сковородка, можно яичницу сюда пожарить. Есть кастрюлька, можно суп сварить. И даже соль стоит. Все. Предел для мечтаний. Даже есть мощь и средства. Даже губка есть. И тряпка есть. То есть как бы все. Ой. Сбылась мечта идиотки, ребятки. Ребятки. Так, что у нас с ванной? Ну, ванна такая, конечно. Ну, тоже нормальная, в принципе. Нормальная. Как бы я считаю, что за 4 тысячи это очень хорошее условие. Есть здесь принадлежности для того, чтобы помыться. Вот такой вот маленький кусочек мыла. Есть туалетная бумага. Скажи, есть полотенце. И есть фен, кстати. Мама, иди. Мама, единственное, что здесь плохо, это сумяшка. Вытяжка. Вытяжка шумит. Ну, бог с ним. Это душ чистенький. Не знаю, как сейчас. Но сейчас как раз таки продетективно хочется, конечно, сполоснуться после того, как... Так, крючок обломанный. Ну, один есть. Слава богу. Я считаю, что я понимаю, куда я еду. Я понимаю, зачем я еду. То есть, вот эти вот условия меня полностью устраивают. Что здесь есть кухня, что я могу все тщательно сама приготовить. Здесь есть неподалеку ресторан, где можно пойти поесть. Здесь больше мне, в принципе, от отдыха ничего не нужно. Здесь есть уединенность. Здесь есть Ваня. Так что мы здесь на полной изоляции. Нет, мы, конечно, с Ваней куда-нибудь съездим. Но когда мы отдохнем конкретно... Потому что я приехала сюда чисто на релакс. Чисто на релакс, ребят. Потому что больше мне, в принципе, ничего в этой жизни не надо. Единственное, что, конечно же, так как это малоэтажные дома, здесь на четвертый этаж нужно подниматься пешком. Но это тоже, опять-таки, позитив. Потому что нужно заниматься спортом. Я представляю, какой здесь вид будет с утра. Вид с утра должен быть просто потрясающий. Ну что, твой вердикт. Стулья, Вань, кстати, поставь вокруг столик. Будем с тобой за столиком сидеть. Сейчас накупим, пойдем продукции. Мама, я сюда бабушку отправлю. Бабушку сюда отправлю? Нет, я сюда бабушку отсюда отправлю. Какую бабушку? Так, ты все стулья расставляй, помощник. Руки помыл, давай сейчас сполоснемся. Пойдем с тобой искать пропитание. Разберем чемодан. Пойдем искать пропитание. Я сполоснусь, ты можешь умыться. Слушайте, ну, вроде бы и матрас нормальный, и белье такое вроде свежее. Ну, вот, вот так вот, в общем. Вот так вот, в общем. Вот так. В общем, дорогие друзья, вот это вот для меня, знаете, такой предел мечтаний. То есть, как бы, ну, по деньгам для меня это, в принципе, нормально, доступно. Я даже, может быть, подумаю, если получится билеты поменять, авиабилеты, то, может быть, даже поменяю, останемся здесь подольше. Ну, там понятно, что со штрафными санкциями, ну, лишь бы, как бы, да даже можно, в принципе, 9 тысяч и просто купить билеты, если они будут еще по 9 тысяч обратно, если не получится поменять. И прям вот хочется максимально насладиться отдыхом, вот таким вот уединением вместе с морем. Я понимаю, что кому-то нужны, конечно же, шумные компании, либо еще что-то. Мне не нужно. Я приехала вот с Ваней чисто на такой отдых-релакс. Ну, конечно же, мы с ним вот сейчас пройдет время, отдохнем, съездим. А сейчас просто задача подышать свежим морским воздухом, насладиться теплом, насладиться погодой. Пойдем с вами посмотрим, насколько теплая водичка, ничего же там волны. Сейчас вам покажу волны. Мама, а мы сегодня покупаемся? Сейчас посмотрим, Ваня. Давай все поэтапно. В общем, по поводу заезда в Симферополь вы поняли, что сейчас все, все ограничения отменены. Спокойно проехали, спокойно прошли. Пугали меня все те люди, которые меня пугали всякими разными инфекциями. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас никогда этих инфекций с вами не приключилось. И не надо желать гадостей другим людям. Это мое решение. И я кайфую от этого решения. Кайфую от того, что мы здесь. В общем, на этом это видео заканчивается. Следующее видео мы посмотрим с вами, что нам удастся раздобыть здесь из еды, что мы купим, как мы пойдем к морю, как мы посмотрим, насколько теплая водичка. В общем, наше приключение только здесь начинается. Всем спасибо большое за просмотр. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.